Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – положение металлов в периодической системе. Все вы хорошо знаете, что в периодической системе химических элементов находится всего 118 химических элементов. Где же здесь находятся металлы? Красная разделительная линия условно делит все химические элементы на металлы и не металлы. Разберемся подробнее, где же какие группы входят в металлы. Итак, все металлы – это химические элементы, атомы которых способны только отдавать электроны. Они имеют очень низкие значения электроотрицательности и им соответствуют, конечно же, простые вещества металлы. Значит, к металлам относятся все S элементы, кроме водорода и гелия. Также некоторые элементы, некоторые B элементы, а также химические элементы 1-й А и 2-й А группы. А также все D-элементы, мы видим их, которые на табличке у нас с толпым центром обозначили. Все лантамиды и все актимиды. Ну, еще раз хочется сказать о том, что у металлов на внешнем энергетическом уровне находится очень маленькое количество электронов от 1 до 3, но реже 4-6. И также эти электроны, они слабо связаны с иатром, и поэтому атомы металлов их очень легко отдают, превращаясь при этом в положительные ионы. Поэтому металлы всегда являются восстановительными. Теперь давайте разберемся, какие закономерности мы можем проследить, зная, как металлы отдают электроны и какие соединения они могут образовывать. Вернемся еще разочек к табличке Миндилена. Если рассмотреть химический элемент 1-й А группы, а куда входят щелочные металлы, то литий, натрий, калий, рубидий, цезий и францик. Значит, мы уже знаем с курса 8-го класса, да и в 9-м, 10-м классе повторяем, что радиусы атомов по группе сверху вниз увеличиваются. Раз увеличиваются радиусы атомов, то, например, цезия 7-м электронных оболочек, поэтому атом, например, цезия легче будет отдавать электрон, чем, например, атом лития. Поэтому металлические свойства сверху вниз по группе увеличиваются. Соответственно, возрастают и основные свойства оксидов щелочных металлов и гидроксидов. Также здесь у нас вторая группа металлов, вторая А группа. Кстати, кальций, стронций, пари и герадий называются щелочноземельными металлами, образуют группу щелочноземельных металлов. Для них тоже характерны какие-то же закономерности, как и для элементов первой А группы. Значит, что еще нужно сказать? Если рассмотреть, как изменяются свойства по периодам, то по периодам у металлов слева на право металлические свойства ослабевают, соответственно, и ослабевают основные свойства их оксидов и их гидроксидов. Ну, а сейчас мы с вами поговорим о том, как же распространены металлы в природе. Перед вами, как вы видите, здесь на этом слайде, размещен ряд химических элементов, то есть металлов, которые являются самыми распространенными в земной коре. Первое место здесь у алюминия, его больше всего. Второе – железо и следующее – кальция. Ну, а дальше уже идут магния, калия и остальные металлы. Значит, земной коре металлы встречаются в виде соединений. Обычно это оксиды, сульфиды, другие горные породы. Если вот можно здесь посмотреть, у меня в руках есть минералы и горные породы, в состав которых входит металл. Также можно посмотреть здесь, как выглядят некоторые металлы и их склады. Ну, нужно отметить, что такие химические элементы, такие металлы, мы их будем назвать благородными, как золото, платина, они являются негативными металлами и встречаются в природе вот в таком самородном виде. Сейчас обратимся к тому, что у металлов, для металла характерен такой тип связи, как металлическая связь. Что же такое металлическая связь? С видами связи, ребята, вы тоже познакомились в восьмом классе, а сейчас мы только повторяем и возобновляем свои знаки. Металлическая связь, она образована наличием свободных электронов. Вот перед вами схема металлической кристаллической решетки. И здесь мы видим, что в узлах кристаллической решетки находятся катионы металлов и свободные электроны, которые движутся в кристалле этого металла. Таким образом, металлическая кристаллическая решетка определяет физические свойства металла, такие как пластичность, электропроводность, стеклопроводность, ковкость, металлический блеск и так далее. Поэтому рассмотрим сейчас, какими же физическими свойствами обладает металл. Как уже было сказано, для металлов характерна ковкость. Самый ковкий или пластичный металл – это золото, самый твердый металл – это хром и вольфрам, мягкие металлы – это щелочные металлы. Также по электропроводности, соответственно, и теплопроводности на первом месте у нас есть гро, на втором месте есть, на третьем месте алюминий. Так, значит, есть еще такое понятие, как плотность. Значит, если плотность меньше, чем 5 грамм на сантиметр кубический, такие металлы называются легкими. Если же плотность превышает эту величину, такие металлы называются тяжелыми металлами. Ну, обычно это табличные данные, с такими данными вы можете ознакомиться в табличке, которая находится в учебниках ваших, и легко определить, какой металл относится к легким металлам, а какой к тяжелым. Ну, хочется сказать, что легкие металлы – это все щелочные металлы, тяжелые металлы – к ним относятся такие как космий, хром, вольфрам. Ну, это легко можно увидеть из табличных данных. Также по температуре плавления есть тоже такая классификация. Если температура плавления определенного металла меньше 1000 градусов Цельсия, такие металлы называются легкоплавками. Если же температура плавления больше 1000 градусов Цельсия, такие металлы называются тугоплавками. И самый плавкий металл это вольфрам, его температура плавления превышает 3400 градусов Цельсия. Ну а самый плавкий металл, конечно же, это ртуть, у него температура плавления минус 39. И надо отметить, что все металлы, они твердые, за исключением ртути, которая находится в жидком состоянии. Продолжение следует...